Вот эту площадку пилотно создали, индивидуального доступа она называется. Элементарно сделали экономически, просто закрыли контейнеры и домофон. Ключ от домофона, которым вы пользуетесь, точно такой же. Но печальность в чем? Печальность в том, что до сих пор еще 40% жителей бесплатно этих семей домов не забрали жетоны. Скорее всего придется ходить в каждую квартиру и говорить, возьми пожалуйста. А можете объяснить простым языком, в чем эффект вот этого ключевого доступа, персонального доступа контейнера? Первый? Самый главный. Вроде бы затраты же. Вот это же все. Вы умножите 81 тысячу человек, которые сейчас скрываются. На 210 деньги в месяц и на 12 месяцев в году. Какую вы цифру получите? Вам экономически целесообразно любую площадку модернизировать для индивидуального. Для прозрачности. Потребление условий? Вторым шагом будет, когда это дисциплинирует, это определенная индивидуальность. Но это все ерунда. Самый главный был, с открытых контейнеров разносится мелкий мусор по городу. И мы, чтобы убрать этот мусор, ежегодно выделяем, по-моему, 475, если я не знаю, на двух городов. На мушкетеров так называют. 475 наручников, мы их называем, ручная уборка города. Она миллионов тенге. Миллионов? Миллионов тенге. 475 миллионов. Представьте, то есть, ну, опять, и здесь опять надо, чтобы население четко... То есть, здесь очень много факторов, когда потребитель сам играет в очень нехорошие игры. 81 тысячи жителей, это огромная доля скрывается. Ну, и цена сделки совестью 210 тенге. При этом сразу ключевой аргумент. А ты дай нам качественную услугу. Ну, вы не оплачиваете, а как он будет вам качественную услугу? Вот вы не вовремя вывозите. Сейчас мы закрыли эти контейнеры. Кто-то же ночью приходит. В первые дни вообще была катастрофа. Они где-то с месяца или меньше не закрывали вообще. Потихоньку, потихоньку, как бы постепенно. Не резкие движения, постепенно, постепенно. Сейчас начали закрывать и каждую ночь. Это же человек встает ночью, выносит пакет, думая, что его камера не пишет. И самое-то главное, у нас же есть список квартир, которые не взяли до сих пор брелки. И логически понятно же, что кто-то из них. Соответственно, есть возможность, да, там, опубликовать. Вы меня репостните и сколько у вас там, 59 тысяч подписчиков. Это львиная доля жителей города узнает пофамильно. Но мы же на эти шаги не идем. Этот опыт, он будет распространяться дальше? Совершенно верно. И внутри него вообще заложена самая главная изюминка. Конечная цель это все-таки два пакета дома. То есть сортировка этого? Совершенно верно. Это вот такие самые крутые вещи, которые прям вот, блин, если бы они взорвались, это было бы вообще супер. По поводу двух пакетов, что за два пакета предполагается? То есть вы дома делаете два пакета. Развели? Пищевую, не пищевую, все. Дальше не делите. Самое главное, чтобы вне пищевой вы ничего не испортили. Вот и все. Можете даже что-то, упаковку, что угодно. Но главное, отделите кожуру от банка. И самое это сейчас, в чем фишка, у вас один пакет, который в упаковке будет заполняться каждый день. А который пищевой, он будет очень мало заполняться. Потому что сейчас морфология самого ТЭБО, она очень сильно изменилась по сравнению с нашими родителями. Сейчас практически очень мало. Сейчас даже, ну, маникюр и так далее стараются все с кулинарией. То есть следующие замки у нас уже будут другие. Понимаете, да? То есть мы же ведем аналитику. Мы хотим, следующие замки уже будут конкретно знать, что Аманжол пришел, нажал. Понимаете? Возможно, ну, как фишка, все-таки дифтариф предложим населению. Дифференцированный тариф? Да. Если вы согласились на два пакета дома, все, мы для вас сделаем другой тариф. Ваш сосед не согласился на два. Нам его экономически затратнее за ним ухаживать, обслуживать его совершенно верно. Соответственно, извините, мы ему предложим. Те затраты, которые мы с вас экономим, мы на него перекладываем.